привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра сегодня на канале анонсированное ранее видео под кодовым словом обрыдаться сегодня вы узнаете как быстро и качественно довести орхидею до предсмертного состояния не прилагая никаких усилий сегодня вы поймете как не пропустить присутствие трипса на орхидеи сегодня я покажу как выглядят панцирные клещи и какое влияние на корневую систему орхидеи они оказывают сегодня вы узнаете стоит ли бояться торфяного стаканчика в субстрате орхидеи и как без особых хлопот получить солнечный ожог на листовой пластине орхидеи в общем видео обещает быть очень насыщенным и интересным пожалуйста посмотрите его внимательно и обязательно досмотрите до конца помните раньше было понятие изба читальня а у нас сегодня будет изба рыдальня запасайтесь носовыми платками устраивайтесь поудобнее и мы начинаем разбор ошибок 1 февраля 2022 года самое холодное самое темное время года в одном из сетевых строительных магазинов приморского края было приобретено два фаленопсиса одного и того же сорта из одной палетки орхидеи как всегда приобретала не я выбирала не я но они были выбраны со всей тщательностью соблюдением всех принципов для начинающих которые я изложила в двух видео под единым названием орхидеи азбука для новичков и если вы до сих пор не знаете как правильно выбрать фаленопсис пройдите в плейлист фаленопсис и вопросы по уходу и изучите оба эти видео и так ошибка номер один если вы новичок и если вы не собираетесь прилагать каких-либо усилий и создавать какие-либо дополнительные условия своей орхидеи не покупаете орхидею в зимнее время года ну а если все же решили сделать это обращайте внимание в первую очередь не на цветы не на корни а на листовую массу орхидеи именно она поможет продержаться растению до лучших времен то есть до весны и так внимательно смотрим на листовую массу орхидеи у нее 4 пары полноценных и здоровых листьев внимательно на свету рассматриваем каждый листик на предмет поражения листовых пластин вредителями предварительно орхидею можно искупать сделать это можно даже если у вас нет дополнительного освещения но есть солнечная сторона с несколькими часами прямых солнечных лучей в день а затем разворачиваем орхидею к себе задом то есть рассматриваем тыльную сторону цветов орхидеи в этот момент можете начинать рыдать на цветах орхидеи обнаружены следы пребывания трипса любые сухие поражения на цветах любые штрихи другого цвета любые высосанные участки являются признаками возможного пребывания трипса на орхидеях и такие орхидеи должны быть в полной изоляции до момента появления нового листа на орхидеи я говорю практически по слогам для того чтобы каждый мог меня услышать даже если вы решите применить химию для того чтобы протравить трипса на орхидеях тем не менее дождитесь появления нового здорового листа и только после этого ставьте орхидею в коллекцию в противном случае вы рискуете заразить всю свою коллекцию трипсом а бороться с трипсом в глобальных масштабах невероятно трудно что делать если вы обнаружили такие поражения на цветах своей орхидеи если ваша орхидея заражена трипсом рекомендации которые я сейчас дам будут работать в любой стране мира и абсолютно против всех вредителей вариант номер один вам нужно посетить зоомагазин или ветеринарную аптеку там вы спрашиваете препарат от блох и клещей для собак это должно быть противопаразитарное средство на основе перметри на лучше всего приобретать такой препарат в ампулах одну ампулу нужно развести в полутора литрах воды и опрыскать орхидею всю целиком начиная от субстрата и заканчивая кончиком цветоноса потребуется три таких обработки с интервалом в 7-10 дней вариант борьбы номер два еще более приемлемый для людей идете в обычную человеческую аптеку и покупаете противопаразитарный шампунь от вшей эти шампуни также продаются в любой стране мира и они также разработаны на основе перметри на эти средства являются инсектоакрицидами а это значит что действует не только против трипса но и против клещей шампунем взбитым в густую пену промываем орхидею целиком всю листовую массу весь цветонос и все цветы а затем оставляем эту пену на орхидеи на 20 минут через 20 минут шампунь смываем орхидею просушиваем потребуется также три обработки с интервалом в неделю в перерывах между обработками опрыскиваете орхидею слабым раствором винного или яблочного уксуса раствор уксуса малоэффективен при борьбе с живыми паразитами но он растворяет клейкий секрет которым прочие стадии развития вредителя крепятся к листовым пластинам цветоносом и цветам орхидеи именно обнаружение следов пребывания трипса на моей орхидеи сделал возможным тот эксперимент который длился семь полных месяцев это орхидея была помещена в полную и глубокую изоляцию в комнату в которой нет ни одной орхидеи нет орхидеи нет дополнительного освещения стандартные среднестатистические условия как у любого новичка который не знает о создании благоприятных условий для выращивания орхидеи внимательно отмечаем для себя условия содержания этой орхидеи в этот период и сравниваем эти условия со своими орхидея содержалась на северо-восточном стандартном окне шестого этажа кирпичного дома световой день на нашей широте в зимний период составляет 9 часов в этих условиях орхидея смогла распустить все заложенные бутоны на основном цветоносе и ответвлений ошибка номер два думать что если орхидея распускает бутоны значит она адаптировалась в новых условиях это не так признаками адаптации орхидеи у вас дома является только активный корневой и листовой рост и если корни вашей орхидеи отрастая на сантиметр прекращают это делать потом еле-еле набрав силы снова отрастают на сантиметр и снова прекращают рост это значит что в вашей орхидеи очень не хватает солнечного света и если вы увидите вот такую картину у своей орхидеи рыдайте хоть обрыдаетесь но купите своей орхидеи светильник для дополнительного освещения помните такое состояние корней означает что ваша орхидея впадает в период вынужденного покоя который для тропического растения означает период вынужденного стресса а теперь давайте внимательно посмотрим на эти несчастные корни и еще раз всплакнем посчитав сколько периодов вынужденного стрессом они испытали прежде чем наступила весна каждая перетяжка на этих корнях показывает сколько раз орхидея страдала от неправильно созданных условий обращайте внимание на длину опекального или растущего кончика корня орхидеи и если он короткий и тупой это значит что света по-прежнему не хватает а теперь я попрошу вашего повышенного внимания отвлекитесь от всех дел и посмотрите внимательно на корни этой орхидеи вот на ту черную двигающуюся точку замечу что съемка произведена с шестикратным увеличением внимательно оцените поврежденный веламен с черными включениями такие повреждения могут быть следами пребывания двух вредителей трипса и черное это экскременты этого вредителя и вот того черного товарища который ползет сейчас по корню орхидеи и это давайте порыдаем все вместе и это панцирный клещ сам по себе этот вредитель не так страшен но он является ярким показателем того что иммунитет орхидеи практически на нуле с наступлением весны я четко поняла что эксперименту быть и что я оставлю орхидею в этих условиях и посмотрю что с ней будет дальше напомню после приобретения орхидея осталась не пересаженной в покупном субстрате и глухом горшке все как у новичков кроме того я выполнила рекомендацию по поливу которую нашла на ярлыке при покупке орхидеи рекомендация была стандартный полив раз в неделю погружением на одну треть горшка в воду я очень хорошо понимала что при таком способе полива субстрат орхидеи будет крайне переувлажнен а с учетом того что где-то в посадке есть тот самый пресловутый торфяной стакан я уже ждала последствий на помощь мне пришло на наше дальневосточное лето тот самый климат который многие считают идеальным для выращивания орхидеи именно на климат они списывали все мои достижения в цветении орхидеи климат здесь ни при чем утверждала я причем причем утверждали скептики не могут просто так шикарно цвести орхидеи это климат у вас хороший в этом месте мои рыдания всегда были наиболее громкими давайте порыдаем вместе периоды непроглядных туманов сменялись периодами ливневых дождей и в этот момент я практически физически чувствовала как корни орхидеи гниют в этой посадке но я ждала внешних проявлений когда наконец орхолюбители увидят что с орхидеи не все благополучно видимые проявления не заставили себя долго ждать орхидеи а точнее у ее листьев начал стремительно теряться туркар дальше промедление могло быть критичным и я вытащила орхидеи из посадки чтобы показать вам до чего доводят орхидеи неправильные условия содержания и неверный уход ошибка номер четыре многие считают что корни орхидеи гниют из-за воды это не так корни орхидеи гниют не из-за воды они гниют из-за того что орхидея не может усвоить предлагаемую ей воду орхидеи не достает солнечного света и искусственной досветки для того чтобы полноценно функционировать если вы дадите своей орхидеи много света никакая вода ей страшно не будет основное что вы должны понять если у вашей орхидеи недостаточно света поливать ее практически не нужно совсем потому что орхидея однозначно впадет в период вынужденного покоя а в этот период орхидея практически не поглощает воду поэтому рекомендации поливать орхидею раз в неделю на одну треть погружая горшок в воду губительны и смертельны для корневой системы растения если ей не достает света с другой стороны если света вашей орхидеи достаточно если у вас южная юго-восточная юго-западная сторона света и есть дополнительное освещение полив раз в неделю погружением на одну треть горшка в воду также является губительным потому что в этом случае воды орхидеи будет катастрофически не хватать обратите внимание во что я сейчас тыкаю палочкой это тот самый торфяной стакан которого одни боятся а другие говорят что он совершенно не страшен для орхидеи кто прав а правы и те и другие если для орхидеи не создать правильные условия содержания и не обеспечить ей должный уход торфяной стакан губителен для корневой системы орхидеи она рано или поздно сгниет и наоборот если для орхидеи создать все условия если проделать в горшках огромное количество вентиляционных отверстий если дать орхидеи много света и обеспечить ее правильным поливом торфяной стакан не имеет ровно никакого значения он вполне может оставаться в посадке после освобождения корневой системы орхидеи от всего гнилого она приобрела вот такой вид расскажу для тех кто не знает для полноценного функционирования орхидеи размер ее корневой системы должен быть адекватен размеру ее листовой массы в противном случае листовую массу попросту не чем будет снабжать водой и она будет планомерно терять тургор хочу заметить что в таких неблагоприятных условиях за полгода дома орхидея не вырастила ни одного нового листа и это еще один повод чтобы горестно прослезиться поскольку на той части корневой системы которая уже вошла в субстрат были обнаружены следы пребывания панцирного клеща я промыла корневую систему орхидеи полностью и вот все что осталось от корневой системы растения на момент определения ее в новую посадку не все так плохо если создать орхидеи благоприятные условия для развития все очень критично если такие условия орхидеи не создать и тут к нам незаметно подкрадывается еще одна ошибка которую я назвала из огня до в полымя новички попадая на этот канал и видя мои цветения решают провести изменения в жизни своих орхидей слишком быстро и стремительно а я всегда говорю не надо делать резких движений любые изменения нужно вводить плавно постепенно и поэтапно если ваша орхидея длительное время содержалась без доступа прямого солнечного света нельзя сразу выносить ее на прямые солнечные лучи или ставить на открытое солнце к солнцу орхидеи нужно планомерно и поэтапно приучать причем делать это нужно длительный период времени начиная с 15 минут в день и каждый день прибавляя по пять минут в противном случае вы можете получить точно такие же плачевные результаты которые получила я в результате переноса орхидеи с темного северо-восточного окна на открытое солнце очень часто в комментариях мне доводилось читать что дескать солнце у нас слишком неактивное если орхидеи могут стоять под открытым солнцем и не обгорать а я всегда писала что мои орхидеи приучены к солнцу вот посмотрите что будет если поставить на солнце даже на 15 минут не приученную орхидею обратите внимание насколько неактивное наше солнце еще раз напомню тем кто не силен в географии владивосток располагается на широте сочи чтобы слишком не затягивать видео и не рыдать слишком долго давайте подведем итог с 1 февраля 2022 года орхидея находилась на подоконнике северо-восточного окна без дополнительного освещения и с неправильным уходом за это время орхидея не нарастила ни одного нового листа и практически полностью утратила старую корневую систему лишившись корней листовая масса орхидеи утратила свой тургор обратите внимание насколько обезвоженными выглядят листья орхидеи а знаете что самое забавное во всем этом от чего действительно можно разрыдаться орхидея все эти 8 месяцев продолжает цвести без корней без тургора листьев орхидея цветет чтобы выжить но пожалуй это история следующего видео дорогие друзья если вы хотите узнать что было дальше и как орхидея чувствует себя сейчас как я ее спасала от этого буйного цветения будучи без корней и без тургора листьев а также если вам интересно как развивалась все эти месяцы 2 орхидея из этой же палетки которая находится в соседнем с владивостоком городе напишите в комментариях хочу продолжение там же вы можете оставлять свои пожелания ответы на какие вопросы вы бы хотели услышать в следующем видео ну а пока я напомню вам что 24 минуты вы провели на канале классика орхидейного жанра и если вам понравилось рыдать вместе со мной если вы захотите вернуться на канал поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас ой как много интересного